Всем спортсменам привет! Меня зовут Влад, мы в Спортфакторе. Сегодня у нас второй день тренировок, мы работаем на массу. Делаем, сегодня будем работать над плечами и ногами, плечи и ноги. Начинаем с плечей, потом делаем ноги. На плечи мы делаем будем только базовые, основные упражнения для набора веса, которые идут. Первое упражнение будем делать жим стоя, штанги с груди, армейский жим. Второе упражнение – разводка в наклоне гантелей на заднюю дельту. Третье – протяжка перед собой штанги и четвертое – шраги с гантелями. На ноги мы будем работать. Первое у нас идет разминка суставов-разгибателей, пару подходиков по 15 повторений, потом тяжелые приседания. С хорошим весом жим ногами, румынская тяга и икры. Желательно выполнять 10-8-6 повторений с хорошим весом. Ну вот, приблизительный план тренировки я вам рассказал, а теперь поехали в зал. Дельты – это те мышцы, которые очень любят разминку. Это позволит значительно продлить им трудоспособности и сохранить их до счастливой старости. Для плечей, как и в предыдущий день тренировок, на каждую тренировку, каждой группе мышц, мы по возможности выбираем различные альтернативные движения, чтобы искать максимально подходящие для себя упражнения и разнообразить тренировочный процесс. Ширина хвата в тяге к подбородку на каждой тренировке варьирует. Плечи тренируются перед ногами, потому что, по мнению Влада, после хорошей работы с ногами, на другие группы мышц не должно уже быть сил. А если после ног силы остались, то работа была халтурной. Приседания Влад выполняет в билдерской манере. В жиме ногами от тренировки к тренировке он меняет постановку ног, что позволяет проработать бедро со всех сторон. Становая тяга в бодибилдинге не дает такого эстетического результата, как румынская или мертвая тяга. Поэтому предпочтение Влад отдает именно им. Редактор субтитров А.Семкин